Вот в последнем треке вы вообще утверждаете, что Россию можно описать тремя словами. Пробки, стройка и грязь. Зачем вы это делаете? Ну вообще на самом деле Децл как таковой был всегда голосом поколения своего. И я им и остался. То есть у меня есть 2-3 альбома, которые я записал уже не будучи настолько популярным и не имея кучу эфиров на телевидении. Вот Мосвегас, например, 2008 года. Он не то чтобы политизированный, а не философский. И Пробки, стройка и грязь, трек, он тоже более-менее философский. То есть там никого ни в чем не обвиняют. Там просто я цитирую факты, которые действительно остаются фактами и ничего не меняют. А вам действительно кажется, что ваше поколение, теперь уже 30-летних людей, воспринимает страну вот примерно так. Пробки, стройка и грязь. Ну не все поколения. Всем довольны? Нет. Это на самом деле не так. И люди бодрятся и стараются не унывать, и стараются не выпускать этот негатив, который накопился. Но я могу сказать, что мое поколение, оно может быть не все меня поддерживает, но большинство. И они знают, что есть реальность, а что есть пропаганда телевизионная. И, в общем, если брать Россию, то в моем меняемом возрасте Россия находилась в лучшей своей стадии из 2000 по 2004 год, когда Владимир Владимирович только осваивался. А дальше что-то непонятное началось. Видимо, там освоились, поняли, как работает схема и как ее отжимать. И, соответственно, дальше началось. У нас как бы страна такая, что, не знаю, все больше и больше усиливается контроль, непонятно для чего, непонятно зачем, непонятно почему. И, в общем, какой-то внешний враг постоянно ищется. А вы принадлежите тем людям, которые считают, что критикуя страну, можно в ней навести порядок? Нет, я не критикую так, чтобы страну. Мне эта страна нравится. Я бы уже давно убежал. У меня возможностей много было уехать и работать за границей. Мне предлагали и до сих пор предлагают. Ну как, вы расчесываете некоторые болячки, в том числе своими клипами? Ну да, иначе, если мы, остатки тех, кто здесь уже живет всю жизнь и понимает немножко, что происходит, мы будем молчать. То, соответственно, не знаю, кто тогда будет говорить и о чем.